маркс начинает все с производства опять же в своем капитале он это прекрасно расписывает что почему почему у нас производство до пру из почему у нас производство они из товара продукты или чего-либо еще производство то самая начальная самая простая вещь потому что если мы начинаем говорить о товаре и мы начинаем спрашивать что такое товар товар у нас продукт соответственно возникает вопрос, что такое продукт. Продукт у нас откуда производится? Из производства. В производстве это самая минимальная экономическая форма, из которой можно будет разводить сюда. Самая минимальная категория, скажем так. При этом производство очень хитрая первая категория, оно в себе же заключает и потребление этого продукта, потому что для производства нужны продукты труда. То есть, в принципе, если говорить более детально, любое производство требует для производства чего-то другого средства производства. Ну, грубо говоря, инструмент или банально хотя бы рабочую силу. То есть в этом же производстве заключаются в себе и продукты этого производства, которые требуются для производства. Соответственно, если мы что-то производим, какой-то продукт, он производится не отдельным человеком. То есть, ну, можно, конечно, взять какого-нибудь Робинзона, как это любили экономисты 19 века, что вот Робинзон, он на острове сам себе делает. Это минимальная стадия. Нет. Производство всегда существует в обществе. Человек, скотинка, общественная, и один он ничего не производит. Он, конечно, может, но без общества он не существует. А раз мы рассматриваем общество, то, соответственно, у нас возникает вопрос распределения. Причем распределение не только внутри общества, но распределение по отношению к производству. То есть мы там сделали, допустим, энное количество горшков. Вот какие горшки мы пустим на повторное производство, допустим, в этих горшках будем известь косить, да? А какие кое-часть горшков мы употребим для собственного использования. Соответственно, после того, как мы что-то произвели, мы сразу сталкиваемся с вопросом распределения. А если мы должны как-то делить внутри какого-то коллектива какие-то вещи, пока у нас, допустим, небольшое, там, племя, семья отдельная, там, лучше всего брать семью, да? Самый наглядный предмет. То есть мама там на огороде что-то вырастила, папа пригнал, там, дичь порезал. Они вместе там как-то поменяли, накормили детей. В принципе, распределение есть по числу едоков, но обмена между членами семьи нет. Но если мы берем более большое общество людей, да, там, допустим, несколько семей, и если они не в большом расцвету, распределение происходит у них на форме обмена. Обмен. Когда отдельные ячейки общества начинают между собой обмениваться этим продуктом, он уже становится не просто продуктом производства, он превращается в товар. То есть тот продукт производства, который, тот продукт, который был сделан в ходе производства именно для обмена, у нас называется товаром. Из чего сразу понятно, да, что товар существует только тогда, когда есть обмен, и только обмен не в качестве распределения, да, обмен между членами семьи, а обмен в качестве между разными людьми, когда идет обмен именно конкретными продуктами. У нас появляется товар. Чем вообще ценен товар, да, зачем он нужен, почему? Почему один товар можно менять на другой? Почему один товар можно приравнять в ином количестве к другому? Из этого мы приходим к вопросу о стоимости товара. И анализируя, когда мы обмениваем товар одно на другое, и зачем нам вообще это надо, возникает, стоимость распадается на две составляющие. Первое, это потребительная стоимость. Потребительная. То есть, да, если мы, допустим, одна семья выращивает растения, а вторая семья выращивает мясо, им бы хотелось и мясо кушать, и овощи кушать, соответственно, им надо меняться. То есть, у них есть потребность в каком-то товаре, и из-за этого этот товар для них ценен, потому что у них есть к этому внутренняя потребность. Вторая часть стоимости составляющая, это миновая. то есть, как эти товары относятся один к другому. Почему там зерна надо дать побольше, за кусок мяса поменьше, почему там в одном, допустим, горшке содержится больше глины, чем он стоит. Отсюда очень интересный вопрос, да, возникает, то есть, товары мы обмениваем, да, с одной стороны, у нас есть потребительная стоимость. То есть, насколько нам товары важны, и сколько мы готовы на них потратить. С другой стороны, у нас возникает вопрос, как их менять, в какой пропорции один на другого. И, как только мы начинаем анализировать эти две вещи, потребительную стоимость, именовую, мы приходим к тому, что в любой стоимости, когда мы меняем товар один на другой, у нас есть одна общая составляющая, это труд. Труд в плане не физической силы, а способность человека к какой-то производственной деятельности. Во-первых, это должно быть производственное, то есть, если какая-то пустая деятельность, кто-то там, не знаю, баклуши бьет, но это его дело, это к производству не имеет отношения, поэтому мы это не рассматриваем, мы вообще выкидываем. Если брать первоначальное понятие баклуши, то оно относится к производству. Ну, да, да, первоначально согласен. Пока ты делаешь ложки из этих баклуш, ты участвуешь в производстве, соответственно, ты их распределяешь, меняешь, у нас появляется товар, возникает вопрос, сколько же стоят эти ложки и баклуши, и мы выясняем, что стоят они столько, сколько ушло туда труда. Труд, опять же, это не абстракт, точнее, не конкретный труд отдельного человека, потому что первый вопрос, который всегда возникает, а кто сколько потрудился? Вот один хорошо, много работает, быстро, интенсивно, качественно, другой ленится, медленно работает, через каждые пять минут бегает на коридор, на перекоры. Поэтому, когда мы говорим о труде, имеется, прежде всего, общественно необходимый труд. Почему общественный? Да, потому что производство бывает у нас только в обществе, возвращаемся к самому началу, без общества у нас нету обмена, нету товара, нету, соответственно, стоимости этого труда. А почему необходимый? То есть, в принципе, когда общество целиком что-то делает, оно не отдельно, люди это, оно в целом. То есть, то у нас, допустим, что сейчас называется валовый продукт. То есть, сколько в целом общество тратит на затрат, на производство той или иной ложки, которая сделана из баклуши. Там тоже есть небольшие свои такие нюансы, но в принципе, труд, он сам по себе это такая абстракция, которая в целом где-то равна и зависит не от того, как каждый человек отдельный и конкретный работает, насколько интенсивно, а зависит он от способа производства. Если у нас производство не автоматизированное, слабое, не развитое, то труда на каждую баклушу, на каждую ложку, которая с него выходит, на каждый горшок с делами, уходит много. Не важно при этом, будет там мастеру 80-го левела работать, который будет горшки там по 10 штук делать в час, или там какой-нибудь ленивый тунеядец, который один в день собирает. В целом, так как общество большое, соответственно, все эти потуги где-то берется среднее, и вот средняя производительность труда у нас как раз зависит от способа производства. Как только у нас способ автоматизируется, и опять же, приходя к сегодняшнему дню, когда у нас стоит конвейер, он полностью автоматизированный, там, собственно, неважно, какой оператор нажимает кнопочку запустить, от него вообще ничего не зависит. То есть, главное, сколько он на это затратит труда. Причем, не столько он сам непосредственно, кто производит на конвейере, а вся цепочка, которая построила, произвела этот конвейер, сколько оно выпустило. Поэтому труд, в принципе, везде в капитале берется как общественно необходимый. То есть, все вопросы о том, что кто-то ленивый, кто-то не ленивый, мы сразу отметаем. Какой сразу можно сделать из этого вывод? Это первая формула, которая встречается в капитале, да, что стоимость, стоимость товара равняется времени, необходимому для его производства, для затрат времени. Хочу обратить внимание, Саша, что труд, то есть, время, это как раз характеристика, которая, ну, показатель труда, основная характеристика. Да, да, мы до нее, ну, если, в принципе, это, по-моему, будет еще дальше рассматрено, можем сейчас остановиться, да. Я просто предлагаю, так у нас будет дискуссия именно по этим двум главам, точнее, там, трем, получается главам первым. Я предлагаю их, это самое, или мы сейчас углубимся, когда у нас начнется дискуссия в этот термин, или, первая формула в капитале, да, очень сложная, да, из чего состоится, состоится стоимость, да, из времени затраченным, точнее, ну, труда, как мы сказали, да, на продукт, который, ну, в данном случае, можно указать, что этот товар, ну, это первая формула, она приблизительна, мы не берем еще очень многие аспекты, эта формула дальше будет накручиваться дополнительными коэффициентами, которые надо будет учитываться, но это потом, то есть, самое первое, самое простое, самое базовое, из чего состоит, да, производство, что, чем больше времени мы тратим, тем, соответственно, у нас дороже, получается, исходный товар, чем времени мы тратим меньше, чем товар и продукт, у нас будет дешевле, отсюда и складывается формула, она не полная, она в себе не все содержит, да, но это самая базовая, от которой мы начинаем, дальше, дальше, по следующих главах, это будет более развернуто, раскрыто, и мы о них поговорим чуть позже, Сейчас самое главное, что можно подытожить под эту главу, из того, что мы просмотрели, да, что труд, непосредственно труд, начинает принимать форму товара, Тонкость такая, диалектическая, товар вообще-то изначально вещь, прежде всего, это вещь, не обязательно вещь, но в принципе, это прежде всего вещь, некий вещественный продукт производства, поэтому труд, не совсем товар, он принимает форму товара, с развитием производства и развитием общества, труд становится в капиталистической формации, вообще полностью товаром, да, то есть, с одной стороны, у нас есть работники наемные, которые могут продать только то, что они могут сделать, то есть, труд, их способность к труду, способность к труду и время, поэтому, когда мы заключаем договор, да, на работу, мы не просто говорим, сколько мы там будем трудиться, какая у нас там норма выработки, сколько у нас квалификация, какое у нас образование, надо еще учитывать, сколько мы будем времени трудиться, поэтому, вроде как, труд и принимает форму товар, но это не совсем товар, нельзя его приравнивать полностью к товару, но, в принципе, форму он такую и принимает, чуть такая дилектичная категория, это не совсем равно, но примерно, в ряде случаев, труд можно воспринимать, как товар. Если у нас производство на уровне работовладения, допустим, там, в принципе, раб является орудием труда, то есть, нельзя воспринимать, как товар, товар рабочая сила. Да, да, я говорю, принимает форму. Не обязательно, да, но товар, Гена, я специально даже захватил самую первую, свой конспект, чтобы на подобный вопрос быстро приводить цитату, а не это самое. Вот, пожалуйста, первая глава, отдел первый товар, обмен товар. Прежде всего, эта вещь, которая удовлетворяет потребности человека, то есть, прежде всего, эта вещь, форму при этом товара может принимать, в том числе и услуги. Дальше мы будем рассматривать, дальше это в капитале есть, да, первое, что принимает форму товара в производстве, это транспортные услуги, то есть, перевозка, допустим, угля. Товар, уголь, мы его перевозим туда-сюда, стоимость перевозки, это, в принципе, услуга транспорта, но она превращается в форму товара, также. То есть, это мы отложим потом, на потом, или на дискуссию, или дальше, да, Маркс просто делает вывод, что труд на, уже на этой формуле, да, в самом начале, мы видим, что он начинает принимать форму товара. Не сам товар, а просто принимать форму. Это чуть-чуть разные вещи, они равны, но не совсем равны при себе. и тут же заканчивается эта глава к вопросу о деньгах. То есть, что такое деньги, они будут рассобраны чуть дальше, но, в принципе, уже отсюда можно сделать вид, что деньги, это тоже некая форма товара, форма товара. Он не совсем товар. Изначально, в самом начале производства, когда еще было первобытное общийное общество, да, деньгами случился какой-то конкретный товар, который был очень дорогой. это продолжалось еще очень долго, вплоть до средневековья, да, допустим, монеты могли быть из золота, из серебра, из соли, вот, да, название солер, солер, монета французская, она как раз от названия соли и пошла. То есть, это определенный товар, который можно было бы с одной стороны употребить для чего-то, из золота, там, сделать золотые зубы, вставить из серебра украшения, или там, какие-нибудь хирургические, инструменты и соли, соответственно, ее можно было съесть. То есть, деньги, это, суть денег заключается в том, что это просто форма товара, это не сам товар, потому что при дальнейшем развитии производства они перестают представлять из себя вообще какую-нибудь вещественную вещь, то есть, сначала мы переходим на бумажные деньги, которые вообще, ну, стоимость бумаги, мы сами знаем, копеечная. Сейчас мы вообще перешли в электронные деньги, фактически все переводы входят электронные, то есть, опять же, что такое электронные? Это просто информация, это даже не информация, это данные, которые где-то лежат, это не вещь сама по себе, но форму товара они продолжают сохранять. простой пример, почему именно форма товара. Сейчас на любую биржу заходим, да, валютную, у нас покупают доллары как товар за рубли, потом их продают, по цене разные. Цены разные, то есть, по форме это как товар, да, мы можем купить товар и продать его по другую цену, то есть, формально это товар, но, по сути, у нас это просто одной леки циферки, которая записана где-то там на жестком носителе, и, соответственно, ну, это даже не вещь. А изначально, возвращаясь к капиталу, да, прежде всего, товар будет рассматриваться как вещественная вещь, как результат труда. Про услуги это будет третий том, если дойдем там, будем рассматривать. В принципе, на этом, наверное, заканчиваю я и предлагаю тогда перейти к дискуссии и к вопросам.